Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаем в блог. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто меня поздравлял с праздниками, с наступившим Новым Годом и Рождеством. Тоже желаю вам всего-всего самого наилучшего, здоровья, мира, добра, и чтобы этот год был лучше предыдущего. Немножечко мне было тут на праздниках некогда. Вы же сами понимаете, когда все дома, это нечто, конечно. Но я сегодня хочу показать заказы, которые я получила на праздниках. Они были у меня заказаны еще до Нового Года. В общем, так получилось, что я получила все на праздниках. На сайте фармакосметика потом покажу. И свайперс. Я снова заказала, вообще полюбила белорусские туши. У меня, я не знаю, показывала я ее или нет, у меня была... В общем, я ссылочку оставлю. Сейчас я использую вот такую тушь. Люкс Визаж Микс. Объем, длина, изгиб. Очень она мне нравится. Прикольная тушь. Я прям советую от души. Вообще мне, не знаю, вот какую не беру, белорусскую тушь. Они мне все очень нравятся. Я заказала себе новенькую. Решила тоже попробовать. Так не видно будет, да? В камеру буду показывать. Ссылку просто оставлю. Перейдете, посмотрите. Люкс Визаж Смоки Айс. Панорамный объем. Вот такая. В общем, вот такая тушь. Оставлю на нее ссылочку. Вот эту еще не пробовала. Давайте посмотрим кисточка какая у нее. Панорамный объем. Так, кисточку. А, кисточка вот такая, кстати. Для тех, кто любит силиконовые кисточки. Вот она как раз, как раз вот эта тушь. Пахнет тушью. Пахнет, как обычно, тушью. А здесь вот в этой, которая Микс. Длина, объем, изгиб. Она, кстати, прикольная. Тоже мне очень понравилась. Она у меня сейчас закончится. Начну эту новую. Здесь уже вот такая объемная щеточка. Но она прикольно. Прямо прочесывает реснички. Мне очень понравилась. Так, и еще я заказала себе снова вот эти вот носочки. Они мне очень нравятся. Заказала я их себе. И, в общем, прикольно. Потому что сейчас, ну, холодно. Я активно ношу носочки. Здесь уже вот такие цвета. Видите? Оранжевый, зеленый, темно-синий и фиолетовый. Но решила темненький, потому что зимой подобный что-то более темное. То есть синий и фиолетовый мне как раз. Ну, это тоже. Вот. Давайте я открою, покажу. Дальше здесь состав хлопок 70%, полиамид 20. Здесь действительно вот написано комфортная и прочная резинка. И при этом она, кстати, усиленная пятка. И при этом она, кстати, резинка вот эта вот, кто страдает отеками, это прямо носочки для вас. Давайте оранжевые возьмем. Такие оранжевые носочки. Здесь усиленная пяточка. Здесь по две пары каждого цвета. Усиленная пяточка. И вот эта резиночка, мне больше всего вот эти носки нравятся. Она, видите, такая очень комфортная. Она не пережимает ногу совсем. И она, соответственно, не отекает. В общем, оранжевые, оранжевые, зеленые, синенькие вот такие и фиолетовые. Прикольные носочки, хлопковые. Классно носятся. Не знаю. Мне очень нравятся. В общем, прикольные носочки. Такие себе заказала. Ссылочку тоже оставлю на туши. И на эти носочки обязательно оставлю. Я вам очень их рекомендую. Потому что они очень комфортные за счет вот этой резинки. И не рвутся. Вот предыдущие носочки, которые у меня были, они вообще не порвались. В общем, давайте вам теперь покажу, как мы встречали Новый год. Рождество мы не особо встречаем. Так чисто в кругу семьи. Но я, кстати, все время, каждый год обратила внимание. Смотрю рождественское богослужение. Вот. Каждый год. Ну, на этом, наверное, особо и все. Мы так чисто символически отмечаем Рождество. Вот. И потом покажу заказ с сайта фармакосметика. Елочку для начала нашу покажу. Это у нас искусственная елка. Кстати, это елки, я не знаю, больше 10 лет. Лет 12-13, наверное, дети написали письмо Деду Морозу. Вот. И сюда вложили в эту елочку. Украшают эту елку тоже у меня дети сами. Каждый год сами они украшают. Вот как им нравится. Я вообще в этом не участвую. Хотя мне хочется как-то, знаете, бантики повесить на елочку. Там еще что-то, знаете. Но у нас все игрушки вот такие в разнобой. Развешены тоже в разнобой. И, в общем, ну, в итоге, кстати, не знаю, мне нравится. Вот такая вот у нас получается красивая елочка. Вот. Дед Мороз. Мои дети еще верят Деду Морозу. Он у нас приходит обычно 31-го. Ну, в ночь с 30-е на 31-е. Да. Вот. Здесь вот еще немножко того, что я поукрасила. И встречать Новый год, точнее, встречала Новый год я вот в такой... Вообще, это ночная сорочка. Но я искала себе что-то вот такое в клеточку. Потому что в такую же клетку у моих мужчин шорты. Ну, и все, кто нас встречал из мужчин, у меня были гости. Я им всем приобрела вот такие шортики. Вот. И, кстати, ногти тоже красные. Кому не нравились такие длинные мои красные ногти. Я специально их покрасила тоже, чтобы было, ну, в цвет пижамки моей, можно так сказать. Идет кружево. Заказывала я ее на Вальберес. Кстати, могу оставить. Но она такая тоненькая. Она не села после стирки. Я думала, она подсядет. Немножко, может быть, мне что-то приталенное надо было такое. Или поясок какой-то. Но я уже не стала ничего заморачиваться. Вот. Вообще, это ночная сорочка на разных размерах. Да, я оставлю вам ссылку с Вальберес. Но, мне кажется, то есть такое качество, она такая тоненькая, мне кажется, ненадолго. То есть несколько стирок, и все, ей будет плохо. Конечно же, я каждое 31 число смотрю старые вот эти советские фильмы. Они мне очень нравятся. И Кавказская пленница. Ну, в общем, все-все-все. Я обожаю. Вот. Здесь просматриваем всякие фильмы с моими животными. Они тоже тут отдыхают у меня. Храпят под храп. Бона, кстати, у нас храпит, да. Поэтому под ее храп смотрю различные фильмы. Ну, как, тоже, знаете, что-то надо приготовила. Потом легла, посмотрела, что-то приготовила. То есть так, урывками я в основном смотрю. Но все же обожаю именно 31 числа смотреть такие фильмы. Кот ждет, когда же, наконец, на столе что-то появится вкусненькое. Он всегда так делает. Не только на Новый год, на какие-то праздники. Всегда, когда я накрываю там на стол, даже если просто на ужин, он всегда вот так вот сидит и ждет. Когда же ему дадут что-нибудь вкусное. И лапы свои ставит тоже. Я его все время ругаю. Говорю, что нельзя. Но он пытается по столам тоже лазить. Наверное, когда меня нет, и лазит по столам у нас. В общем, вот такой вот стол у нас получился. Вот, по мне так очень даже много в итоге получилось. Дети, видите, у меня тут хвостазики мои все нервничают, что это такое. Спать никто не идет, а всякие вкусности и ест. Вот, муж у меня вот такой купил джин. Какой-то розовый с тоником. Кстати, он очень вкусный, я немножко попробовала. Вот, я сделала селедку под шубой. И корочки, конечно же. Еще это роллы накрутил у меня муж. В основном это для младшего моего сына. Он их очень любит. Ну, и такие закусочки. Тут оливки, шампанское. Вот такой Лев Голицын тоже муж у меня купил. Это, ну, как это, морская смесь или как так она называется. Конечно же, салат оливье. У нас каждый Новый год салат оливье. Вообще, у меня мужчины им не надъедают. Они всегда его едят. Еще сделала вот такой салат для тех, кто не ест рыбу. У меня таких за столом оказалось аж целых три человека. Все то же самое, только вместо рыбы корейская морковка и студень. Но студень варила не я. Я, кстати, ни разу за свою жизнь не варила студень. Так получается, что кто-то это делает все время за меня. Здорово, да? Ну, и такое вот у меня небольшое украшение на столе. Конечно же, обязательно мандаринки поставила на стол. Не знаю почему, но мне так именно нравится. В общем, вот такой вот у нас, в принципе, небольшой, ну, как, три салата получилось полноценно. Плюс роллы и такие небольшие вот, как бы, в основном рыбные закусочки. По мне так очень даже неплохо в итоге получилось. Хотя я планировала и того меньше приготовить. Вот, так что, вот такой вот у нас новогодний стол. И кошка Гуня. Про нее, кстати, часто спрашивают. Да, она есть. Просто она, ну, как бы, с нами живет. Все с ней хорошо. Вот, просто она как-то вот, ну, не успеваю я обычно взять камеру, чтобы ее заснять. Он тоже принимал участие и встречал с нами Новый год. Ура! И давайте еще в этом видео я покажу вам свой заказ с сайта фармакосметика. На самом деле я заказывала его до Нового года, где-то за неделю. Я думала, что успеет все прийти. Заказываю я до пункта выдачи. Вот, но, к сожалению, пришло уже все после Нового года. Ну, в принципе, ничего страшного. Все вот в такой большой коробке, хорошо запаковано. И я все это купила, кроме краски, со скидкой 50%. На краску не было вообще никакой скидки, вообще никакой. В общем, это у меня черный, черный оттенок. И мне очень понравилась вот эта красочка. Я крашусь на 3% оксиде. У меня есть седые волосы. У них немного. Вот, поэтому закрашивает неплохо. С седых волос, конечно, подсмывается она. Но все равно мне очень понравилась краска. Вот теперь буду краситься вот этой Олин. Также от марки Олин я взяла вот такие. Для меня это новиночки. Я раньше такие не видела. Шампунь и кондиционер. Шампунь я взяла вот такой увлажнение и гладкость с экстрактом ламинарии. И кондиционер я взяла для окрашенных волос с маслом виноградной косточки. Вот этот вот кондиционер, он еще, точнее шампунь, он еще, видите, нормализирует работу сальных желез. То есть я так думаю, что как раз, ну, из-за того, что я ношу шапку, у меня быстро пачкаются волосы. Ну, надеюсь, что с этим шампунем такого не будет. И также взяла вот такую маску, тоже с экстрактом ламинарии, увлажнение и гладкость для волос. То есть у меня только кондиционер для окрашенных волос. Впервые, я знаю, что уже попробовали все, но я впервые буду пробовать вот этот вот спрей 15 в 1 несмываемый крем-спрей. Вот, мне все время, ну, вообще много восторженных отзывов на него, поэтому, в общем, я тоже с удовольствием попробую. Также от Аравии, мне очень нравится эта марка, больше даже, чем Кора. Я взяла вот такую пенку с муцином улитки и зеленым чаем. Дальше крем, активное увлажнение я использую как дневной крем. Он у меня уже, по-моему, был вот этот крем, мне кажется. Ну, в общем, в любом случае, супер. И вот такой вот тоник, интенсивное увлажнение, он у меня тоже уже был. Мне он очень понравился, очень классный тоник. В общем, взяла вот такие вот продукты. Я себе со скидкой, вот это все было со скидкой 50%, это без скидки. Ну, ничего страшного. Мне иногда там пишут, что нужно заказывать на Вальберис, еще где-то вот данные продукты. Но получается, если брать вот ту же скидку 50%, то на фармакосметики дешевле. Поэтому я заказываю на фармакосметики. Единственное, что вот такие вот большие шампуни и бальзамы от марки Олин, они очень в хлипкой упаковке, видите? То есть их не рекомендуется Почтой России, насколько я знаю, ну и какими-то такими службами, которые могут повредить. Несмотря на то, что все упаковано, все равно может прийти расколотая. Вот это раньше, по крайней мере, писали на сайте, не знаю, как сейчас пишут или нет. Но упаковка действительно хлипкая. Видите, даже маска в такой вот прям тонюсенькой упаковочке. Вот, но мне ни разу не приходили биты, и поэтому, в общем, буду с огромным удовольствием пользоваться. В общем, вот такой вот у меня получился заказ. Я могу сказать, что я уже пользовалась вот этими шампунем, бальзамом и маской. Мне понравилось очень. Волосы не пачкаются быстро, то есть мне хватает на, ну, раз в два дня я обычно мою волосы. Волосы блестящие, волосы, вот я не выпрямляла, я их просто немножко феном посушила. Вот, и волосы блестящие, очень такие, прям, знаете, вот увлажненные до кончиков. И спрей, конечно же, вот этот 15 в 1, он тоже мне очень понравился. Не зря его хвалили, я не знаю, почему я до этого его не покупала, непонятно. Ну, а покраситься я еще пока не покрасилась. Кстати, кто спрашивал про мой натуральный цвет волос, вот. То есть у меня натуральный цвет волос достаточно темный. Помню, видно или нет, наверное, нет. Вот у меня тут седые волосы, здесь немножко седины у меня обычно. То есть я еще не покрасила волосы. Вот так вот они у меня сами по себе достаточно темные. Поэтому я крашу в черный цвет, но у меня с рыжимкой волосы. И черный цвет потом у меня, так как на трешке я крашу, он у меня подсмывается, и получается такой, знаете, как, ну, короче, такой натуральный цвет волос. Мне очень нравится. Мне также как-то писали, что темный цвет старит. Ну, возможно, но если у меня осветляться, то это, конечно, убить волосы нужно. Потому что, видите, сами по себе, ну, вот у меня отросли, вот. Вот у меня сколько отросло. И они темные, видите? Поэтому, поэтому, да. Поэтому я крашу темную. Ну, потом, может быть, когда-нибудь захочу перекрашивать блондинку. Хотя, скорее всего, нет. Вот. Так что как-то так. В общем, все ссылочки я вам оставила под этим видео. Еще раз всех поздравляю. Всем желаю всего-всего самого лучшего. Добра, мира. В общем, всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok